Выбор пал на бучу исключительно из-за того, что название. Конечно, местник. Говорящий английскому уху. Я сам лично готов Макаревичу дать ледорубам по голове. Заедает ремень безопасности и отказывают тормоза. То есть всё одномоментно. Вы знаете, что они сделали? Они просто украли деньги. Необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать денежные операции и получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, я подчеркиваю, не требующих отлагательства. В Челябинске совершенно аномальная пурга превратила трасу в зимние дороги с гололедом. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это, конечно же, свежий выпуск и розбір российской пропаганды, их кренджатини и того, что они наговорили за паре брекам. Вы же не забывайте, что мы с вами найактивнейшие участники информационной войны. И так-так, нам кончено необходимо отстреливаться от россиян и от их пропаганды. Тоже не забывайте лишать нам входу байфу для поширения всей зібраної информации. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, чтобы знать больше и чтобы знать про все первым. Москва, Государственная дума, пикет нот. Идет война, только чрезвычайно полномочия для главы государства спасу страну. Зачем? Для изменения колоніальной конституции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дно пробито, але вони, здається, будують собі якийсь підземний бункер на багато-багато поверхів, пробиваючи шар за шаром. Одним словом, такого не очікували навіть ми. Російська пропаганда в ударі. В теме высшего образования, которое будет с 2025 года, не будет понятия бакалавр. У нас будет высшее образование и специализированное высшее образование. Количество программ мы сьогодні используем те полномочия, которые у нас есть продолжительностью 5-5,5 лет постепенно увеличиваем. И, как поручил нам президент, мы устраняем еще одну проблему, на нее, может быть, мало кто обращает внимание. Мы в результате преобразования даем больше возможностей для наших выпускников. Что я имею в виду? В прежней логике и в прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование. Другой разговор, что сама по себе эффективная массовая магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась. И в нашей новой системе магистратура останется, но будет она совершенно иной. Спасибо. Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать денежные операции и получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, я подчеркиваю, не требующих отлагательства. И совместными силами можно эту проблему решить. Вчера на комитете мы договорились, и давайте зафиксируем протокол, и даем поручение комитету по конституционному законодательству, комитету по обороне, привлечению министра, министерства юстиции, Минцифр и других, включиться в эту работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По оперативным данным на предыдущей должности начальника 8-го управления Генштаба Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. При обыске дома у подозреваемого нашли и изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие ценности. Суд отправил Кузнецова под арест. Можно у коллег из КПРФ спросить у них, когда-то были славные времена, один ледоруб, так сказать, минус троцкий. И я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики. Коммунисты выглядят более гуманными. Я не стесняюсь, я сам лично готов Макаревичу дать ледорубам по голове. И я буду счастлив, если Родина мне поручит. Помните, был такой город Буча, который на слуху был? А рядом, Владимир Владимирович, совсем рядышком, нет, Бородянка, там есть такое. Его разнесли в хлам просто. Ну, казалось бы, да, люди пострадали там. Ну, вы же должны как-то показать, продемонстрировать людям. Вы знаете, что они сделали? Они просто украли деньги. Ну, вот просто украли деньги. А как вы думаете, почему вообще появилась история про Буча? Ну, это понятно было, это же изначально был сценарий. Что-что? Выбор пал на Бучу исключительно из-за того, что название. Конечно, мясник. Говорящее английскому уху. Да, да. И легко входящее в подход. Возможно и так, да. Чистая цепсошная операция. Поубивали же гады. Конечно, поубивали. Те, которые с нами работают. Если бы они не убивали, они бы уже давно опубликовали бы в списке. Конечно. И дали бы возможность журналистам расследовать, кто эти люди. Нет. Спасибо большое. Прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Только что мной подписаны указы о формировании нового состава правительства. Я вас с этим поздравляю. Вы прошли через процедуру утверждения Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Хочу обратить внимание на то, что в ходе этих дискуссий с парламентом, с членами Государственной Думы наверняка не просто обсуждались кандидатуры, наверняка говорили о состоянии отраслей, о том, что и как с точки зрения депутатов Госдумы нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьёзно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложении депутатов Госдумы. Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации. Ну а Россия сегодня превратилась в официального поставщика снега в Турцию. С нашей территории на берег Турецкий пришёл циклон, подаривший сначала нам, а теперь им, аномальную для мая погоду, заморозками и устойчивым снежным покровом. Генеральный департамент метеорологии Турции объявил сразу в шести провинциях жёлтый уровень угрозы. Правда, там ждали максимум ливней, однако в некоторых местах вместо дождей начался снегопад. Но и из России внезапно нагрянувшая зима отступать не собирается. Снег ещё сохраняется на 60% территории нашей огромной страны. В северо-западном федеральном округе сугробы выше полуметра, а в Ненецком автономном округе сугробы доходят до 87 сантиметров, на Кольском полуострове 55. В Челябинске совершенно аномальная пурга превратила трассу в зимние дороги с гололёдом. Это кадры с федеральной трассы «Урал». Видимость, будем считать, относительная. ГИБДД призывает быть осторожными. А вот съёмки из национального парка Таганай, где бушует метель. До лета оставалось две недели. В европейской части России первая декада мая стала самой холодной за всю историю наблюдений. И тепло в Москву вернётся, возможно, только к концу недели. Всему виной так называемая воронка из холодных воздушных масс из акватории Северного Ледовитого океана. В Сочи погодные аномалии подарили городу двойную радугу необычайной красоты. Кадры сделаны над аэропортом. В горах из-за изменчивой погоды стало значительно меньше лыжников. И это весьма по нраву медведям. Посмотрите, медведица вывела своих медвежат на прогулку. И они с удовольствием катаются с горки. Гораздо меньше повезло метеозависимым и метеочувствительной электронике. Нашу планету накрыло магнитное буря высшего уровня. Последний раз, говорят, такое случалось в октябре 2003-го, но нынешнее значительно сильнее. Как сообщают ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США, скопление солнечных пятен, издающие кластеры сильнейших вспышек, это официальная формулировка и термин, достигло пиковой точки. Размер превышает диаметр Земли уже в 17 раз. Также сообщается, что могут наблюдаться сбои в работе энергосистемы навигации. Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил, что спутники Starlink испытывают огромную нагрузку, но пока справляются с последствиями геомагнитной буря. Как сообщает агентство Reuters, в системе наблюдается значительное ухудшение связи. Из-за мощной магнитной бури возросла тектоническая активность по линии разломов, накапливается тектоническое напряжение. Так что, если у вас сегодня трещит голова и скачет давление, то это нормально, сообщают ученые. В норму магнитное поле Земли вернется не раньше среды. Так что ждем. И если на великих своих пропагандистских каналах они еще намагаются как-то структурувать те, что они рассказывают, намагаются дотриматься принаймні видимых ознак журналстики, то их социальные мережи – это, как правило, как раз векно в истину, в правду. Те, чого они никогда не показывают на их каналах, обовязково мы находим в их социальных мережах. Взагалі, россияни, которые все фильмуют, снимают и ведут свои сторінки – это как агенты Киева, которые бесконечно нам показывают, что мы все делаем правильно, что война отображается и на жизни звичайного недорогого россиянина. Про будни, про те, что они переживают, что из них сталося, что взагалі они выкладывают и чем делятся у своих социальных мережах – подивимось далее. Здравствуйте, в Люберце женщина подожгла свою квартиру, чтобы изгнать демонов. Гости подмосковного ресторана избили официанта за то, что он не помог им в выборе супа. Водитель газели остановился на МКАДе, подобрал кошелек, в котором было 400 тысяч рублей и получил уголовное дело. Для аварийных переселенцев в Коми построили дом с несимметричными окнами. Семья сняла дом в Иркутске и превратила его в питомник для животных. В Индии 30-метровый рекламный щит раздавил 14 человек. Самого счастливого прокурора нашли в Калужской области. Рэпер, который пришел на вечеринку и влевый в одном носке, получил повестку и покинул Россию. Американка отправила 65 тысяч сообщений возлюбленному после первого свидания. Житель Омска отправил свой возлюбленный в подарок – гроб с крестом и венком. Со следующего года в России вместо бакалавриата будет высшее и высшее специализированное образование. В Петербурге вор украл из магазина гаджеты на 340 тысяч рублей и застрял в вентиляции. Всего вам доброго. Вот она, атмосфера Победы. Деревня, в которой люди до сих пор живут в деревянных бараках. Ходят по вытоптанной земле вместо дорог. Туалет, понятное дело, на улице. Газа в деревянных бараках никогда не было, до сих пор нет. Стоят люди в дешевых китайских куртках. Смотрят на уныло развивающийся на ветру флаг. И слушают сказки о Великой Победе. У Путина намечается поездка в Китай. И, конечно, кремлевские СМИ рассказывают об этом как о великом достижении. Сейчас со своим величайшим стратегическим союзником Си Цзиньпином Путин выстроит такую модель отношений, в условиях которой, само собой, победа России в войне в Украине обеспечена не более, чем попытка позаискивать, побегать на задних лапках перед Си Цзиньпином у Путина. А в реальности Китай всячески сокращает нормальные экономические отношения с Россией. Вот очередная демонстрация. Китайский кроссовер на трассе М-12 прямо на заправке загорается. И на следующем кадре будет виден сотрудник этой заправки, который носится, пытается что-то сделать. Итак, возвращаются жители Москвобада к себе домой. Из гостей в Оренбург они зачем-то ездили, видимо, воды набрать. И когда подъезжают к заправке, у человека, прямо у водителя, загорается его дверь. Параллельно с этим заедает ремень безопасности и отказывают тормоза. То есть все одномоментно. Он не успевает спастись. Вы понимаете, какие последствия, когда там в закрытом помещении горит. Жена его на полном ходу выскакивает. Это та техника высококачественная, которую Китай поставляет в Россию. Если вы думаете, что Китай в принципе делает такую технику и далеко от 90-х не ушел в своем качестве товаров, то вы маленький ребенок. Куча китайской техники используется на Западе. Просто сплошь и рядом. И ничего не взрывается, ничего не загорается, ничего владельцев своих не уничтожает. Это именно для российского рынка, великий стратегический партнер России, вот такие разработчики посылает. Специально или не специально? Я думаю, что не специально. Просто вот есть понятие, что бракованную продукцию надо поставлять в Россию. Интересно, об этом Путин будет говорить с Си Цзиньпином или побоится заикаться? Путин будет работать с Си Цзиньпином. Это окно, за которым целый день за нами наблюдают. Все везде обшарпанное, все в скотче, в вате. Плохо видно, тут клеено. Здесь видно. И это вход в туалет. Который я уже показала. Самое интересное то, что вот здесь два краника. Вот в этом кранике сейчас привячая вода. А вот в этом колоту. И как их смешивать, когда подмываешь ребенка? Ты можешь смываешься? Вообще непонятно. Тут лучше картосная дыра просто. Вот такая вот грязь лежит. И она просто лежит. Ее даже никто не подметает и не пытался подмести. Там грязь. Везде грязь. И за другую грязь. Мы сделали нам слив. Я вчера попросила. Вот там такие кудряшки-барашки. И завязали снова же эту капельницу. Возможно, сколько-то поработает. Чего вроде как и таки? Вкусный. Просто. Эпилан, блин, сверху. Рыбка лень какая. На все рук не хватает. Просто потянуться. Слушай, все очень вкусное. И на финал незайвим будет вам нагадать, что для нас, друзья, украе важно, звісно, терражовать всю правду. Иронию над россиянами. И, звісно ж, те, в чом они, как и всегда, збрехали. А бери, что они, как известно, каждый раз, когда делают вдох и выдох. Тоже, не забывайте влашать нам в подобайку, а бы это видео побачило, как бы больше людей. И, звісно, подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Чим больше будет армія наших однодумців, тем гучнейше луна, тема, украинская правда, украинские наративы. Ну и, звісно, тем важче, россиянам, будет продолжать сипать свое ипсо против нас и их пропаганду. Не забывайте коментовать абсолютно все, что вы почули и побачили. Как и завжди, хочу побачить ваш розбір улюблених фрагментів. Бо ми працюємо ще й для того, аби трошки підіймати вам настрій. Це під час війни ніколи не буває зайвим. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитры создавал DimaTorzok